Я же как в любви. Ярко, феорично, а потом приходится умываться. Брак это ярко, это как макияж, это ярко, феорично, а потом ночью приходится умываться. Можно сделать татуаж, будет расти на всю жизнь. Поняли, как красиво? Если вы поняли, о боже мой, татуаж, эти заметки от Юлечки. Ну что, приветики, сегодня будет видео макияж. Вы сможете приобрести вот такую шикарную себе повязочку, той же магазинчике, которой я оставлю вам ссылочку. Я о нем вам рассказывала в своих предыдущих роликах. Если вы не видели, обязательно просмотрите их. Подсказочка выскочит сейчас вам в экране. Если вы до сих пор не подписаны на мои соцсети и в инстаграме, я вас жду всех. Там я обновляю ленту довольно и намного-намного чаще. Также обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, пишите комментарии. И жду палец вверх, потому что очень стараюсь. Злата вылечилась, продолжаем съемку. Вдовы, смоки, очень легкие. А зимой, если вы куда-то собираетесь, можете позволить себе макияж посильнее, потому что он уже не будет у вас стекать в трусы. Все-таки вечер настает раньше, поэтому вы не будете вылететь, как дурочка в переулочке, если в 5 часов вечера будете идти уже с темными глазами. Была база под макияж. До этого я сделала себе массаж гуаша. Также, если вы не видели это видео, у меня выскочит подсказочка. Борьба массажей, массажеров. После того, как мы нанесли базу, я нанесла тональный крем. Тональный крем у меня от фирмы Belle. Весь ассортимент в инстаграме, в интернет-магазине. Я его наношу бьюти-блендером. И хорошенечко вбиваю, так как он очень плотной консистенции, очень хорошо перекрывает все покраснения, все неровности и тому подобное. Поэтому он такой максимум твердый, тяжелый, обволакивающий. Если любите крепкий, насыщенный, тогда этот тональный крем именно для вас. Ну, а далее мы будем приступать к оформлению бровей. Снима карандашами. Это у меня карандаш Top Face оттенок 007 и карандаш Kobo в оттенке 304. Kobo карандаш я покупала в обыкновенных масс-маркетах. Они у нас в Украине называются по-буду вахиме и тому подобное. Также там я брала Top Face. Top Face идет более жирный, Kobo получается более твердый. Я их смещаю, растягиваю и, конечно, тушую потом всю кисточку. Ну, что, брови мы навели. Далее я беру коричневые тени для бровей и прокрашиваю. То есть, как бы, больше замазываю жирный блеск в промежутках. Боже, когда я уже дойду, сделаю эти брови божеские, то я не знаю. Сами красите себе брови, вы можете каждый раз их делать разные. Тоже не может не радовать. На зиму желательно брать уже не карандаши, а какую-то помадку, которая будет застывать, потому что, если вы носите шапку, то под шапкой будет все стираться. У меня консилер от Farmacy. Оттенок у меня как один, это беж. Он с таким интересным розовым оттеночком. Эстетической кисточкой делаю ровные графичные полоски. Ну, что, штрих по раз сделали, теперь надо это все выбить. Узветляем выступающие зоны. Штукатурились. Можно снять провязочку, так как я уже закончила оформление лица. Почти смотрю на себя. Вблизи. Кстати, этот консилер от Farmacy довольно плотный. Он очень тоже хорошо перекрывает всякие покраснения, но он довольно быстро высыхает. Поэтому, если вы не пользуетесь, старайтесь быстро-быстро его вбить, чтобы он не застыл. Ну что, теперь самое интересное. Будем приступать к оформлению глаз. И сегодня у нас будет две палетки. Первая это Kylie Dairy. И вторая это Anastasia Beverly Hills. Soft and Glam. Это все реплики. Поэтому, если у вас есть оригиналы, я за вас рада. Если у вас есть реплики, я тоже за вас рада. Значит, мы будем использовать такие мягкие оттенки под бровь. А основным цветом, который я выбрала must have на свою зимушку-зимушку, кстати, скоро первое число, я в шоке. Это у меня будет вот такой бордовый. Он был модный три года назад, но до сих пор он тоже очень красивый. Особенно, если у вас злые глаза или темные глаза. Я просто уже смотрела, когда наносила его подружкам. Он очень красиво подчеркивает. Только вроде бы, когда зеленый, а так не очень. Ну, как мы будем делать с макияс? Нам нужна скошная плоская кисть. И мы будем набирать пигмент, то есть тень, нашу тень, и накладывать ее толстым слоем на все подвижное веко, а потом будем растушевывать. Не найду, где я ее заказывала, потому что я ей уже сто лет в обед. Я уверена, что на Алиэкспрессе или у продавцов в Инстаграме розничных можно найти. Главное, чтобы там были яркие цвета. Я, например, не любительница выкрашиваться и делать какую-то легкую растушеванную стрелочку. Я, если уже крашусь, крашусь полностью. Смоки удобно тем, что в нем главное просто уметь растушевать. А это приходит с опытом и очень быстро, если вы хотя бы три раза себе порастушевывали что-то, вы любому научитесь. Если я на своем новейшем веке научилась, то у кого глубоко посаженные глаза подавно. В крашевке нам понадобится обыкновенная пушистая кисточка. Сначала мы просто чистой кистью растушевываем, заглаживаем все края. Потом мы добавим другой оттеночек, например, какой-нибудь коричневенький, посветлее. Сделаем складку века. Главное вот здесь вот красиво на уголочке вывести тень. То есть хорошо растянуть такую мглу, назовем это так. В этом деле главное что делать? Правильно, не ставь! Перебирала, перебирала эти волосы, растиховалась, пришла себе сделала маленький начес. У меня как когда лицо типа округлеет или отекает или еще что-то, мне не идут прям ровные волосы, я какая-то как обсмоктанная. То есть когда лицо худенькое, красиво, когда волосы типа ровно, прямо. Когда лицо поправляется, надо, чтобы волосы были больше, чем голова. Как-то так. Значит, у меня здесь очень много красивых оттеночков, но я, наверное, скорее всего возьму для складки века вот такой коричневый, он у меня называется Сиена. Кто помнит, когда я в последний раз видео про макияж снимала? Правильно, никто не помнит, потому что это было, хрен пойми, когда. Поверяется, когда нету, как говорится, что делать, бери и красть глаза. Меня спросите, куда я такая красивая сегодня пойду. Казин за хлебом и золотой в садик. И все. Дальше мы берем чистую кисть и растушевываем. Стараемся вытягиваться на середину, не тянуть к виску, а вот так вот. Больше даже сюда, к центру. Теперь мы берем светлый, но не перламутровый, а матовый. Перламутр, знаете, под бровью, но иногда он называется чуть-чуть too much. Поэтому все-таки лучше матовым проработать сначала. Влеск можно добавить всегда. Это у меня burn orange, такой вот светлый, как раз рядышком с сиеной. У вас нет, конечно, ресничек, вам придется лентой реснички, либо пучки, либо нарисовать стрелочку. Я рисовать стрелку не буду, так как у меня ресницы нарушены, но покажу вам, как скрыть вот эти опавшие листья. Просто берете важную салфетку, наматываете на пальчик и протягиваете, и у вас получается ровная чистая линия. Оп! У меня вообще вот этот бьюти-блендер самый-самый выигрышный. Это, кстати, мне пришел подарок от моей подружки. У нее есть свой ютуб-канал, называется Don't Worry, Be Happy. Передаю ей приветик, если вам интересно, ссылочку оставлю в описании, обязательно зайдите к ней на канал. Очень приятная, милая женщина, девушка, дама, молодеца! Спасибо за твои подарочки, пользуюсь с удовольствием. Далее остатками, что у нас осталось на кисточке, которой мы делали, растушевку складки века, мы чуть-чуть добавим уголок на кончик глаза, чуть-чуть тени, я даже не макаю их в пигмент, в тени, потому что здесь еще есть продукт, и его можно растянуть, тогда получится такая более мягкая тень, которую мы накладывали наверх, и будем накладывать их на низ, но не в самый конец, а только вот так на серединку, и нежно будем тянуть. все посмотрите. Самый ответственный момент, не упасть лицом в грязь, а то придется умываться. Мне очень нравятся бордовые оттенки, вообще люблю яркие макияжи, и я не считаю, что в конечном итоге это не будет выглядеть вульгарно, так что я за это даже не парюсь, это будет выглядеть наоборот фэшн знаете. Далее мы возьмем вот этот оттеночек, он у меня называется Dusty Rose, это такой как пыльная, но не роза, а с таким фиолетово-серым оттенком, в общем очень интересный какой-то загадочный оттенок, но прикольный. И я ним буду растушевывать нижнее веко, то есть я его наношу под красный пигмент, тем же самым делаю сам пигмент менее ярким, растягиваю его, но главное не затягивать сильно на край глаза, потому что потом получится что глаза типа вниз опущенные, а нам такое не надо, поэтому мы легенько, красивенько растягиваем все больше даже и не к уголку, а именно сосредоточиваем все в центре. Дальше чтобы далеко не бегать, я беру карандаш для оформления бровей, наношу его чуть-чуть на слизистую, вернее не на слизистую, а на рост нижних ресниц, чтобы сделать контраст. Если кто-то имеет аллергические глаза, я вам сочувствую. Я могу одним карандашом накрасить и глаза, и брови, и даже подвести губы. Карандаш у нас жирненький, поэтому нужно чуть-чуть тушевать его в нашей тени, растянуть цвет. Загладить все края, точно как в браке, знаете. Ходит коса на камень, нужно уметь сглаживать все углы, как в любви. Ярко, феерично, а потом приходится умываться. поэмма. Как вы характеризируете брак? Брак это ярко, это как макияж, это ярко, феерично, а потом ночью приходится умываться. Можно сделать татуаж, будет раз и на всю жизнь. Поняли, как красиво? Если вы поняли, о боже мой, татуаж, эти заметки от Юлечки. Ну что, я растушевала, теперь нужно взять, просто нанести тушь, на нижней ресничке. У меня лореаль телескопик. Участая пудра, это белорусская компания Релуис, вроде бы правильно выговорила, мы, участая пудра хорошо тем, что она не забивается слишком и вы с ней не сможете переборщить, так как она улетучивается и цепляется на липкий слой тоналки, кожного сала, кожного жира, определенным количеством, но не больше. А прессованные пудры имеют свойство наслаиваться, поэтому иногда с такими компактными пудрами можно переборщить, у вас будет эффект маски. Ну что, сейчас у нас есть мой ультра новый мой корректор, единственный любимый, Мальва в оттенке 0,4, до сих пор нигде не могу найти такой, я его использую как бронзатор, но я его очень сильно люблю, мне он очень подходит, делаем скулы целые. Закидываю тут те волосики в разные стороны, объема нема, объема нема, я уже не знаю, что с этой головой делать, тем дарсонвалем типа такие эти лохматки маленькие бейби хайр подрастают, а остальные все висят как сопли, короче, столбали меня те волосики, жалко, что не наращивают, не делают, конечно, пересадку волос, но мне это явно не светит. Хайлайтер, оу, ес, оу, ес. С сухим хайлайтером буквально капелюшечку мы поставим на серединку наших глазок, то есть в уголочек, чтобы сделать взгляд более свежим, более распахнутым, более сияющим. это обалденный прием, именно просто капелька хайлайтера решает половину макияжа, просто бомба. Далее мы берем с вами прессованный, мокрый, жирный, текстурный хайлайтер от фирмы Белл. Пающие части нашего личика, чтобы их еще раз подсветить, и они у нас выпирали. Жалко, что нельзя себе жопу ним намазать, и она сразу не встает накачанная, знаете. Мы нанесли, пальчиком растушевали, растушевали. Хороший блеск такой нежненький. Думаете, макияж закончен? Нет, у нас остались губы, но что надо перед тем, как накрасить губы? Правильно. Если вы целый день пили чай, кофе, капучино, у вас по-любому есть желтый налет, даже зеленого чая и тому подобное. Поэтому перед тем, как только я собираюсь краситься, вернее, как я уже накрасилась, но осталась самая главная ротовая полость, я обязательно чищу зубы, либо делаю какое-то отбеливание, если я иду на мероприятие. Сейчас у меня появилась новая система, я с вами быстро ее покажу. горный порошок для отбеливания зубов, это кокосовый порошок доктор фо, он идет на мятной основе, то есть он также очищает ваши зубки и дает вам короче легкую свежесть, это просто как будто глина, она улетучивается, когда вы закрываете банку, поэтому это еще интереснее, это прям такая инстаграм штука, я просто уже рассмотрелась инстаграме, и у всех уважающих себя блогеров было такое, поэтому я решила также попробовать, смотрите, также у меня есть еще черная паста для очищения зубов, она уже пахнет эвкалиптом, я себе взяла и зубную щетку, черную, у меня была такая корейская из древесного угля, то есть на кончиках щетки корейской были такие полосочки типа древесного угля, в ней можно было чистить зубы зубной пастой, так как она забирала все бактерии как бы типа сама по себе, ну понятно, что я чистила с пастой и я захотелось тебе все-таки попробовать еще раз, ооо, как це сексуально, ха-ха-ха, маскиватиль кокосовый для рта, это специальное масло, которое покрывает ваши зубы определенной эмалью, которая дает визуальное качество того, что зубы стали белее, это работает образно так, как система для отбеливания зубов, я, у меня уже были ролики про покупки, я показывала, что я покупаю часто себе либо крестерские полоски, либо специальная такая ультрафиолетовая лампа ставится на в рот и отбеливает зубы, и это действительно действует, данное кокосовое средство нужно наносить в рот и полоскать 10-15 минут, я этого сейчас делать не буду, это нужно делать либо ночью, либо утром, поэтому я это оставлю на потом, и, конечно же, я вам расскажу все свои результаты, а сейчас мы попробуем почистить зубы нашей черной пасты, чтобы уже накрасить губы и зубы были белые, а если вы хотите найти систему для отбеливания зубов, и не знаете, где это сделать, тогда я вам оставлю ссылочку в описании, в этом интернет-магазине очень много всего, и не только для зубчиков, но и для красоты, разные гаджеты, поэтому идите, выбирайте, а я бы зачистить зубы, сейчас я быстро сделаю легкий контур для губ, сделаю их больше в два раза, а главное просто четко зайти за границу, и будем использовать матовую помаду от Бал, также, если хотите такую же, это у меня оттеночек 01, и ссылочка, конечно, в описании, это чистый мед, яркие глаза, вам не обязательно делать яркие губы, потому что это будет вульгарщина, макияж мой закончен, надеюсь, вам понравилось, обязательно жду ваши комментарии, с учетом того, что я еще снимала ролик, времени заняло 55 минут, но это я бегала и туда, и обратно, поэтому, если взять априори, сколько бы пошло у меня времени, если бы это дело не отвлекаясь, я думаю, в минут 20 я бы вписалась, это легко, это просто, вы, главное, подберите красивые оттенки, я вам еще раз настоятельно могу показать, порекомендовать вот эту палетку Кайли Дайри, здесь у нас только яркие цвета, румяна есть, этот у меня побился еще раньше, самые такие, ну, классные, знаете, вечерние, что, чтобы провернуть это с собой увагу, ну, а я слаживаю весь этот разгардиаж, который я натворила, постараюсь еще снять, конечно же, и вам еще один ролик, все ссылочки в описании, который у меня есть, вас очень сильно всех люблю, целую, до новых встреч, будут шмотки, по-любому, разбор новых покупок шмоток, пока! Субтитры сделал DimaTorzok